Набираем 1000 лайков и я сразу сажусь записывать новую серию. Всем привет дорогие подписчики и зрители канала, с вами Локи, мы продолжаем карьеру за Маркуса Биста, карьера за игрока FIFA 21 и мы ребята в команде RB Leipzig в чемпионате Германии, а также выступаем в Лиге Чемпионов. Пока для нашей команды все складывается не очень здорово и сразу в комментариях появились недовольные, мол сразу уходи из клуба, мол ты играешь лучше чем вся команда, но это честно забавно, когда одни говорят, что ты постоянно выигрываешь, это неинтересно, другим не нравится, что я проигрываю, хотя проигрываю не я команда, ну и мне кажется вы иногда сами не знаете чего вы хотите, на мой взгляд сейчас карьера как раз таки весьма интересна, здесь есть и победа, есть поражение, есть какая-то борьба на футбольном поле, а не то, что мы играем например в одну калитку и постоянно завоевываем победы и все такие ходят радостно и довольны. Нет ребята, сейчас мы действительно бьемся на поле, мы пытаемся помочь нашей команде, я не знал честно, что будет складываться игра именно вот так у нашего клуба и пока у нас не получается как следует подняться в турнирной таблице, но я думаю в ближайшем будущем все станет нормально. У нас сегодня серия начинается матчем против Манчестер Сити в Лиге Чемпионов, у нас группа тоже весьма непростая, мы сыграли в прошлой серии Спорту 1-1 и сегодня мы сыграем еще два матча в чемпионате, а завершать серию будет матч против Спартака, все в той же Лиге Чемпионов, поэтому ребята сейчас обязательно поддержите видосик лайком, ну и не забывайте подписываться на канал, прожимать колокольчик, все по старой схеме, ну а мы отправляемся на игру против Манчестер Сити, это будет выездная игра, будет непросто, потому как соперник действительно очень серьезный и сейчас я думаю нам нужно поменять все-таки форму, потому что голубая с такой фиолетово-синий как-то смотрится не очень здорово и я надеюсь, что у нас все-таки получится сейчас победить или хотя бы взять ничейку, погнали! Что касается, друзья, новых карьер, под последними выпусками много было различных предложений и скорее всего у нас стартанет две карьеры, которые будут как-то чередоваться, ну одна в PS точно стартанет как просто тестовая, посмотреть зайдет ли она вам и стоит ли ее продолжать, а вторая карьера скорее всего будет уже в FIFA 21. Вообще, на самом деле, на 2022 год очень много планов, потому что большинство спортивных игр будут обновляться, это и FIFA, и PS, это и WWE, возможно это баскетбол, в общем, 2022 год будет очень жарким для нашего канала, также у нас совсем скоро стартует FIFA Online на канале, в которую мы с вами будем играть, скорее всего, в большей части на стримах и будем развивать уже команду именно там. Ну а карьерки будут, и будут они, скорее всего, в различных играх, также летом нас ждет новая часть Формулы-1, в которую я честно хотел бы, так скажем, залипнуть на подольше, чем обычно, и не разрываться сразу на несколько карьер Формулы-1, а потихонечку снимать одну. Ну а сейчас, ребята, у нас карьера за игрока, карьера за Маркуса Биста, кстати говоря, я поменял ему, ребята, номер, как вы видите, у него сейчас на спине 11, многие хотели именно этот номер для Маркуса Биста, ну и, возможно, он окажется для нас счастливым. У нас девятая минута, пока что Манчестер Сити не отдает нам мяч, удар Чиро и Мобили, и первое спасение нашего галкипера. Еще один опасный момент, и здесь намертво забирает мяч галкипер. Ну а что, побыстрее? Нужно играть? Здорово! И в центр выкатывай! Удар в дальний! Спасает Эдерсон, но не самая хорошая передача от партнера получилась. И вот она, хорошая передача на Маркуса Биста. Бист уже подходит штрафной соперника. Бист, ложный замах, передача, ну же! Завозились, завозились здесь партнеры. Удар, его блокируют. Маркус Бист, и еще один заблокированный удар. Подача в штрафную, и Чиро и Мобили забивают первый мяч на сороковой минуте. Ну вот, ребята, мы своим моментом не воспользовались, а Манчестер Сити свой момент реализует. 1-0. Хорошая передача. Кевин Дебрюйн ее сделал на ближнюю штангу. И здесь ни защитник, ни вратарь нашей команды спасти не смогли. Но стоит признать, все-таки Сити играть сложно. Они по составу очень хороши. У нас были моменты в первом тайме, и мы могли забить. Но, к сожалению, где-то немножко снова не хватило фарта. И мы в итоге пропустили за пять минут до конца первых сорока пяти минут. Попробуем слевой крутануть в дальние, но не слишком сильно. Не открываются партнеры. А вот это хорошая попытка контратаки, ребята. Маркус Бист. Передача. Ну же, Малин. 1-1. А вот так вот, ребята, мы сравниваем счеты. Здесь, честно, повезло, что мы ушли от этого подката. И Малин смог укротить нашу передачу и вогнать мяч в ворота. И снова Кевин Дебрюйна. Передача под удар. И легкий гол Манчестер-Сити. 20 минут до конца. Пареха забивает гол. Он сейчас находится в этой карьере в Манчестер-Сити. Не все было до безумия просто. Одна передача, один удар. И ни защита, ни вратарь снова не могут спасти. У нас есть, друзья, еще 10 минут. Чиро Имобиле покинул поле, вышел Кун Агуэра. И почему-то наш партнер по команде решил сделать передачу именно в сторону Агуэра. Мы уступаем Манчестер-Сити. Это была тяжелая игра. Отдали много сил, но побороться с ними за победу было очень сложно. Мы возвращаемся в чемпионат. У нас непростой соперник. Это Боруси Менхенгладбах. Они идут на пятом месте. А мы, ребята, пока на тринадцатом. Но там, на самом деле, не такая большая разница по очкам. И вот такие вот стартовые составы выходят на эту игру. Поехали. В Боруси Менхенгладбах сейчас выступает Эль Шарави, который забил три гола в последних трех матчах. Вот такие вот ребята выступают в чемпионате Германии в нашей карьере. Многие составы просто претерпели огромных изменений. Стоит посмотреть только на Байер, в котором и Миранчук, и Зинченко. И кого там только нет. Ну и давайте, ребята, попытаемся хотя бы сейчас выиграть. Много моментов, но из всех тех моментов, которые мы создаем, к сожалению, реализовать большее количество просто не получается. Ну а потом пропускаем какую-то непонятную контратаку. И все. Мы уже в роли догоняющих. Хорошая передача на Малина. Ну и вот снова ты выводишь партнера на такую позицию, а он, к сожалению, для нас не забивает. И кто-то лежит. У футболиста в Боруси арбитр останавливает встречу. И Плея получает травму, которая не позволит ему продолжить игру. Неплохой перевод мяча на права. Сразу же пас в штрафную попытку удара. И арбитр назначает, кажется, пенальти. Или нет, это штрафной на ленточке. Удар по воротам, мяч в сетке. Ну хотя бы вот так. Хотя бы, ребята, со штрафного. Сабаслай, по-моему, это именно он, аккуратно посылает мяч в сетку ворот. В Боруси не открывает счет в этом матче. Ну и все изумительно было сделано. И снова провал в обороне. Удар по воротам и спасает голкипер. Ну вот в таких моментах наша защита просто начинает рассыпаться, как карточный домик. Удар по воротам есть и 1-1. Как же легко мы пропускаем и все пропущенные голы, как под копирку. Это Манолас, центральный защитник Боруси Мюнкингладбах. Подключился в атаку. И вот так вот через центр прошил нашу оборону. Малин, хорошая передача. Маркус Бис выскакивает 1-1. Удар по воротам и мы не попадаем в дальний. Классный перевод мяча налево. Подача в штрафную. Маркус Бис навязал борьбу. Его толкают. И это пенальти. Разбег. Удар. 2-1. 2-1, друзья. Мы снова выходим вперед. У нас Сабаслай забивает второй мяч сегодня. 38-я минута 2-1. Но здесь хладнокровно исполнил, так же, как и штрафной. Никаких шансов для галкипера. И мы снова впереди. Классная передача и можно сыграть дальше. Здорово. Сабаслай, ну же, пас в центр выкатывай. Маркус Бис, вынимай третий. Вот так вот, ребята. Маркус Бис показывает. Успокойтесь. Все еще будет. Нам нужно просто набрать свой ход. И здесь здорово. Сабаслай стянул на себя соперника. Ну а мы должны были просто поразить. Уголоворот. Это пятый гол Маркуса Биста. Между прочим, уже в этом сезоне. Именно в чемпионате Германии. Мы забили три в первом тайме. Такого, если еще, мне не изменяет память, не было у нас. Еще один классный пас. Ну же. Эх, если бы Малин увидел, что сзади был партнер. Подача в штрафную. Опасно. И вот здесь повезло, что соперник не смог исполнить. Опасная атака Баруси. Молодец. Галкипер. 20 минут остается до конца. Опасная атака Баруси. Они один гол отыгрывают. И 15 минут еще есть в этом матче. Флоренци, который вышел на футбольное поле не так давно. Здорово подключился. И здорово пробил. Еще один момент. Ёкнуло сердечко. Мы держим мяч сейчас на половине поля гостей. И все. Это тяжелейшая победа против Баруси и Мюнхенгладбах. Надеюсь, что три очка, заработанные сейчас, смогут приподнять нас в турнирной таблице. Да, действительно, у нас, ребята, сейчас статистика 5 голов, 4 голевые передачи. И нас снова вызвали в сборную Англии на квалификационный раунд. И мы сейчас играем со сборной Швеции. И мы, ребята, выходим в стартовом составе. Это снова приятно, что тренер в нас верит. Так что, скорее всего, в этой серии мы сыграем еще в сборной и в чемпионате. А уже следующую начнем в матчах Лиги Чемпионов. Ну а так, смотрим стартовые составы и отправляемся на игру. Заполненные трибуны. Это матч сборной Англии против сборной Швеции. Групповой этап. Мы на стадионе Вембли. И команды появляются на футбольном поле. Маркус Биц в сборной, в принципе, в тех матчах, в которых нас выпускают, показывает себя весьма неплохо. Я надеюсь, что и дальше все будет здорово. Как мы видим, поляки уже сыграли свою игру. У них семь очков. Нам нужно их догонять и сравниваться. Звучат гимны стран. И мы начинаем. Передача на Рахима Стерлинга. Здорово, Стерлинг. Классно выкатывает мяч на дальней штанге. Кто-то поможет. Налетел Санчо изо всех сил, но не получилось. Шведы сейчас неплохо идут вперед. Опасная передача. И что это? Это фолл в атаке, считает главный арбитр. Ну а пока сборная Швеции идет в атаку. И это гол. Это гол, ребята. 1-0. Забивает сборная Швеции. И одиннадцатый номер. Они выходят вперед. Ну и здесь с первого момента передача не прошла. Дальше шикарный пас пяткой. И полп уже спасти нашу сборную не смог. Здорово. Ну же, Рахим, открывайся. Передача. Удар. 1-1. Рахим Стерлинг и Маркус Битт все-таки добиваются. Результат тайм. Шикарно разыгранная комбинация. И Рахим Стерлинг не оставляет шансов галкиперу. За пару минут до конца первого тайма мы сравниваем счет. У нас начинаются вторые 45 минут. Это матч сборной Англии и сборной Швеции. И пока что 1-1. Попытка передачи за спину. Ну же, ну же, ну же. Сразу же прессинг. Здорово. Маркус Биест. Его удар слевой. Дели Али. Нет. Это угловой. Здорово. И дальше. Решфорд надо забить. 2-1. 2-1, ребята. Это Маркус Решфорд. И снова. Наш натиск соперника помогает команде. И мы сейчас выходим вперед. Остается чуть больше 10 минут. Хороший пас на Решфорда. У него есть силы. Мы пытаемся помочь. Маркус Биест. Видит забегание Санчо. Но снова передача чуть-чуть не прошла. И все. Звучит финальный свисток, ребята. Две голевые передачи Маркуса Биста. И приносят они победу как раз таки нашей сборной. Посмотрим, вызовут ли нас на вторую игру. На вторую игру против сборной Словении тренер нас не выпускает. Дает отдохнуть. Словенцы сейчас идут на третьем месте. Ну и смотрим, как завершилась игра. Победа 2-0. Отлично, ребята. Мы возвращаемся в чемпионат Германии. Мы играем против Герты. Они на шестом месте. Мы пока, ребята, расположились на одиннадцатом. Ну, как мы видим, там у восьмого места девять очков. Так что одна победа сможет нас снова немножко приподнять. Мы играем на выезде. Возможно, это как раз будет даже немножко лучше для нас сейчас. Ну и вот такие вот стартовые составы. Поехали. С Борусией Мюнхен-Гладбах мы, можно сказать, вырвали победу. И где-то нам даже немножко повезло. Посмотрим, как получится сейчас сыграть уже против Герты. Они тоже неплохо смогли приподняться. Возможно, как раз там, где мы упускали победы, они их заполучали. И сейчас оказались на шестом месте. Вот так вот выглядит турнирная таблица. Раз у нас восемь очков, то, в принципе, мы можем заполучить одиннадцать и приподняться где-то уже выше десятого места. Но для этого нужно сначала выиграть. Герта начинает с центра поля. Поехали. Заброс налево. Тринадцатая минута. Подача в штрафную. Соперник отбился. Там Малин забегал на ближнюю штангу. Ух, а вот здесь очень было опасно. Еще один момент. И вынимай. Вынимай, ребята. Восемнадцатая минута. Маркус Бисса второй попытки посылает мяч в сетку. Вот так вот. Как Хук с правой. Он забрасывает этот мяч в дальний угол, обводящим ударом. Немножко, может быть, галкиперу было не видно мяч. Тут и Малин. Тут и Байли. И в итоге он, да, с запозданием ныряет. Но это не важно. Это шестной гол Маркуса Биста. И мы выходим вперед. И снова Маркус Бист. Держимся, держимся. Стоим на ногах. Еще один удар. И здесь уже заблокировали. Много сил сейчас в борьбе тратим. Опасная атака Герте. Но молодцы. Вырвали мяч в ногах. И тут же начинаем контратаку. Классный пас. Маркус Бист. Забросик в центр. Ну же, продавить, забить. И каким-то чудом мяч отскакивает на угловой. Пока получается все очень здорово. Мы, ребята, забили. У нас Иска покинул поле. Выходит Адамс вместо него. И там, где нужно было спасти, наши защитники спасали. Там, где нужно было забить, мы забили. Жаль, конечно, этого было мало. Ну вот сейчас опасная передача. Удар по воротам. Первый на крыле. Герта продолжает атаку. Еще один момент. И нам везет. Мяч проходит рядом. Снова здорово. Никакого офсайда нет. Маркус Бист. Надо бить. И мяч застревает в ногах соперника. Нет офсайда. Прострел на дальнюю. Смогли отбиться. Опасная передача. Успел наш защитник. Красавчик. Это Маркус Бист. Бьет Бист. И зарабатывает угловой на последних минутах. Арбитр добавил одну минуту. Герта идет вперед. Главное сейчас, ребята, не пропустить. Это очень важно. Уже переиграли добавленные минуты. Ну и все. Свести, арбитр. Свести. Победа. Мы выгрызаем буквально с ногами мяч у соперника. И, ребята, завоевываем три очка. Надеюсь, серия вам понравилась. Она получилась довольно напряженной. Но уже есть победы, есть очки. Надеюсь, что дальше будет лучше. Вы поддержите все это лайком. Пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. Ну а с вами был Локи. Огромное спасибо за просмотр и поддержку. Увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok